Дело в том, что Великобритания на самом деле не особенно в этот Евросоюз и вступила, потому что Великобритания имела всегда, имеет свою валюту, она имеет правосторонние движения, она имеет свою меру длины, она имеет свою систему права, она имеет свою модель англосаксонскую местного самоуправления и так далее. Этот список можно перечислять очень долго. И поэтому на самом деле, да, Шенген не вступила в Шенген. И поэтому на самом деле евроинтеграция Британии была очень условной. Но выход Британия по-английски сделать не сможет, потому что в процессуальном плане действительно этот процесс займет очень большое количество времени. Но какие последствия для Украины, к сожалению, никто не сказал о том, что Великобритания была одним, действительно, я с Бориславом соглашусь, одним из самых серьезных сторонников Украины в контексте продления и даже усиления санкций против Российской Федерации. Сегодня очень активно обсуждается вопрос о том, чтобы эти санкции или ограничить, или их снять вообще. И все европейские страны сейчас уже смягчают риторику по этому вопросу. И Британия вместе с Соединенными Штатами Америки как раз-таки отстаивала позицию о том, чтобы вынудить Россию вернуться в рамки международно-правовых отношений. Это первое. Теперь в отношении реформ. Почему в Украине люди не видят реформ? Потому что реформы, которые проводит украинская власть, они не ориентированы на человека простого. И на сегодняшний день эти реформы ориентированы на то, чтобы отвечать хотелкам МВФ, которые сажают Украину, посадил и поддерживают, консервируют зависимость Украины и посадил Украину на кредитную вот эту иглу зависимости. Что на сегодняшний день украинские граждане, украинское население несет финансовую ответственность за финансовую безграмотность, финансовую халатность и финансовое преступление нашей действующей власти. Продолжение следует...